МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер программы «Бардачок» – Харківский м'ясний ряд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Подходит к завершению разгар сезона отпусков. И те, кто уже успел отдохнуть от серых будней, делятся впечатлениями с коллегами и знакомыми. Ну и фотографиями тоже несказанно раздражают тех, кто еще не успел побывать в отпуске. Вот я успел. Потому далее о впечатлениях, полученных от путешествий по Украине. И не только. И если это кого-то раздражает, то дальше лучше не смотреть. Так как августовская жара и толпы людей на пляжах меня никак не привлекают, то вместо морского побережья предпочитаю красоты западной части страны. А лучший вид отдыха для меня – путешествие на автомобиле. Потому быстренько загрузив багажник и машин, отправились с друзьями в Закарпатье. Маршрут в 1300 километров решено было разбить на две части. Ну, чтобы не сильно напрягаться. Первая часть в 600 километров – самая легкая. Любой с красотами слабожанщины без приключений доехали до Полтавы. Участок Киевской трассы, проходящей через этот город, уже давно стал легендой. Нет, не легендой. Страшной сказкой. Сказкой о том, как три хозяина не могут решить, кто эту самую дорогу должен ремонтировать. Город, область или Украфтодор. К счастью, через десяток километров после городской черты дорога превращается в нормальную, и дальше можно ехать, не сдерживая правую ногу. Впрочем, не следует забывать и о стоимости топлива. Потому даже на ровных и широких участках трассы старался держаться в ненаказуемых скоростных пределах. В Полтавской области продолжается строительство и реконструкция Киевской трассы. Работы идут довольно интенсивно, потому поток транспорта периодически сгоняется в узкую двухрядку, лишенную обочины, обставленную бетонными блоками. Как правило, на таких участках отлично видна временная желтая разметка. В прошлые годы ее не было. Прогресс. Киевская область – самый скучный отрезок маршрута. Отличный асфальт под колесами, две полосы в каждую сторону и густые лесопосадки вдоль трассы. Столица во второй половине рабочего дня сюрпризов не преподнесла. Пробок и тянучек на нашем пути не встретилось. Ну, разве что в начале Житомирской трассы резко прибавилась машина. Киев проскочили менее чем за час. Почти рекорд. И снова отличная трасса и минимум впечатлений. Обратил внимание на большое количество припаркованных вдоль дороги грузовиков. Фуры отстаиваются перед Киевом в ожидании ночи. Уже не первый год действуют ограничения, запрещающие движение большегрузового транспорта при температуре воздуха выше, чем плюс 28 градусов. Жаль только, что соблюдают это ограничение далеко не все. После ночевки снова в путь. Оставшееся расстояние в 700 с лишним километров поначалу не казалось большим. Да, немного сложнее стало на окружной Житомира. Здесь идут работы по расширению дороги, потому местами значительно сужается проезд. Да и само покрытие одни неровное. Но в утренней прохладе проскакивается этот участок на одном дыхании. Отдали до самого ровно, все та же широкая ровная трасса Киев-Чоп. На всем ее протяжении полиция встречалась только на стационарных постах. Наверное, это нам так повезло, потому что, судя по информации на автофорумах, патрули нередко встречаются на других участках, контролируя рядность движения. А чем им еще заниматься? Скорость-то контролировать не могут. А вот на подъезде к Ровно случилось неожиданное. Светофор на трассе! Да, пусть это территория населенного пункта, но на международной трассе, на оживленной скоростной дороге, наличие светофора – полный бред. Я, конечно, понимаю смысл установки. Вот только такой светофор далеко не единственный в Ровенской области. Их довольно много. Почему-то в той же Полтавской области для пешеходов строят надземные переходы. В Киевской подземные встречаются. А тут самый дешевый вариант. И ведь в прошлом году, знаю точно, светофоров на трассе не встречалось. Считаю, что такой вариант обеспечения безопасности пешеходов может преподнести неподготовленному водителю массу проблем. Особенно ночью. Вот только проблемы водителей почему-то мало кого интересуют. После города Ровно трасса поворачивает с запада на юг и резко сужается. Соответственно, интенсивность движения резко возрастает. А так как это все еще тот самый транспортный коридор Киев-Чоп, то значительное количество транспорта – это большие грузы и фуры, и днем и ночью, идущие либо от, либо к границе. Скорость движения резко снижается, так как обогнать тихоходы на узкой дороге очень непросто. К счастью, периодически дорога расширяется, но ненадолго. Впрочем, у езды на небольшой скорости есть свое преимущество. Можно рассматривать окружающие красоты. И не только природные, но и рукотворные. Например, можно заметить, что местные жители, в отличие от наших земляков, не строят многометровые заборы перед домами. Здесь меньше распаханной земли, и архитектура имеет четкие отличия от Слобожанской. Полиция встречается гораздо чаще, и не только на стационарных постах. Патрули контролируют соблюдение разметки, и работы у них хватает. Желающие обогнать фуру через сплошную линию находятся постоянно. Чем ближе к Львову, тем больше машин на дороге. Колонны грузовиков порой растягиваются на километры. Особенно это заметно на Львовской окружной. Вот где обгон – настоящий подвиг. Скорость движения падает до 40-50 километров. И только когда вдали, у горизонта, начинают вырисовываться предгория Карпат, получается немного ускориться. Подъем на перевал получается достаточно бодрый. Вверх ведет две полосы. А вот спуск, вопреки ожиданиям, оказался сложнее. Въехав на территорию Закарпатской области, выяснили, что дороги здесь похуже как по покрытию, так и по ширине. Да еще и извилистые весьма. Обгон – проблема. Да и усталость уже сказывается. Пожалуй, последний отрезок 230 километров получился самым сложным. Впрочем, немного скрашивали впечатление красивейшие пейзажи за окнами машины. Когда впереди показался Мукачевский замок, ровная дорога попросту кончилась. Раздавленный тяжелыми фурами асфальт обзавелся глубокими колеями и ямами. А в названиях населенных пунктов четко узнавалась Мадьярская речь. Венгерские корни в этой местности прослеживаются буквально во всем. От архитектуры до номеров машин. Это у нас бляхи польские до литовские, а здесь же на 80% венгерские. И оставшиеся 20% – словацкие. И центр всего этого – город Берегово. Конечный пункт нашего путешествия. Машины, они примхливые. Мастелыми и паловым перебирают. Влитку им одне потребно, а в зимку – инше. А мне много не нужно, чтобы смачно, корисно и никакой химии. Харьковский мясный ряд. Ковбасы и мясные деликатесы только из натуральных ингредиентов. За классической рецептурой. Здорово и на работу. На святковый стил и для пикнику. Из всех правил харчевания, главное – быть в правильном ряду. Харьковский мясный ряд. Великий выбор, топ и смак. Мясный. Сои нет. Теперь о конечном пункте моего путешествия, целях, задачах и сопутствующих развлечениях. Почему и зачем меня понесло столь далеко? Основная причина – вот она. Термальные воды со всеми сопутствующими удовольствиями. В самом Берегово весьма популярное место – комплекс Жайворонок. В трех горячих бассейнах вода имеет температуру от 37 до 40 градусов на любой вкус. Состав термальной воды таков, что горячие ванны полезны большинству людей, любого возраста и вероисповедания. Весьма необычное ощущение, когда воздух плюс 32, в бассейне плюс 38. А для гурманов – кипящая кастрюлька на стволе скважины, из которого выходит вода с температурой плюс 57. Чтобы охладиться, на территории комплекса есть бассейн с водой нормальной температуры, но тоже необычной. Это все кремниевая вода, содержащая множество минералов. Врачи утверждают – очень полезная. Еще один термальный комплекс находится в 13 километрах от Берегова. Термальные воды Косино – настоящий аквапарк. Горячие бассейны здесь более разнообразны и интересны. Помимо обычного, если его так можно назвать бассейн, а есть ванны с добавками. Вот в этой, например, вода с ароматом вина. Есть еще пиво, виски, кофе. Есть бассейн погорячее и для экстремалов – банный комплекс. Здесь есть римская терма, турецкий хамам, финская сауна и солевая баня. А еще крио-сауна с температурой минус 10. Очень бодрит. Для любителей традиционного пляжного отдыха возле берега имеется озеро Дидовы. Когда-то это был карьер, типа нашей Безлюдовки. Теперь весьма цивилизованный и чистый пляж. Водяные горки для детворы и взрослых. И чистейшая вода. Следует помнить, что помимо водных процедур в Закарпатье нельзя пренебрегать энотерапией. Энотерапия – это лечение вином. Выбор здесь просто огромный. Каждый хозяин обязательно имеет свой личный иный погребок. Настоятельно рекомендую. Я небольшой поклонник пляжного отдыха, поэтому обязательно во время отпуска стараюсь посетить как можно больше интересных мест. И город Берегово был выбран не только из-за термальных бассейнов. Первое поселение здесь возникло еще в 13 веке. Город множество раз менял владельцев, сжигался до тла и отстраивался заново. Принадлежал Австро-Венгерской империи, Румынии, Чехословакии, Венгрии. И только с 1945 года входит состав ОССР. Вся эта историческая чехарда оставила свой след в облике нынешнего Берегова. Прогулка по городу, несомненно, доставит удовольствие любопытствующим туристам. Хочу обратить внимание на местную брусчатку, в которой выложены многие улицы Берегова. Когда едешь по ней на машине, ее почему-то не трясет так, как на нашей Сумской. А все потому, что камень, по которому едешь, имеет плоские грани, а не выпуклые, как харьковский булыжник. Вот почему я люблю ездить в отпуск на авто. В любой момент можно съездить куда душа пожелает. Надоело вариться в горячем источнике? Поехали в Ужгород. 70 километров, и мы в административном центре Закарпатской области. Начиная с 9 века город Умбар, нынешний Ужгород, был защищен крепостью. Нынешний вид Ужгородский замок приобрел в 18 веке, когда утратил свое оборонное значение и превратился в семинарию. Расположен он на стыке гор и равнины и в бытность крепостью ни разу не был взят штурман. Сейчас это краеведческий музей с богатой экспозицией. Неподалеку от замка католический костел, построенный в 18 веке. Весьма величественное сооружение, действующее до сих пор. Центральная часть города Ужгорода – пешеходная зона, ориентированная на туристов. Здесь можно часами бродить, рассматривая изыски архитектуры. Кстати, застраивался центр Чехословаками после Первой мировой. Тогда планировалось превратить город в столицу Подкарпатской Руси. Потому средства вкладывались значительные. При прогулке по городу строго рекомендовано попробовать местную выпечку и кофе. Благо мест, где это можно сделать, более чем достаточно. Быть в Закарпатье и не посетить Мукачевский замок – непростительный проступок. Этот замок входит в число семи чудес Украины. Построен он на горе вулканического происхождения высотой 68 метров. Строился долго и неоднократно перестраивался. Первые упоминания о крепости относятся аж к 11 веку. Захватить эту крепость Штурмом так никому не удалось. Однако в 18 веке, когда границы Австро-Венгрии значительно отодвинулись от этих мест, замок был превращен в тюрьму. После Первой мировой здесь дислоцировались военные, а в советское время – профтихучилища. Сейчас замок постепенно приводится в нормальный вид и является музеем. Как и в каждом приличном замке, здесь по легенде обитают привидения. Увы, запечатлеть их в этот раз не получилось. Еще одно короткое путешествие заслуживает более подробного рассказа. Если взглянуть на карту, то можно увидеть, что от Берегова до границы с Венгрией всего 6 километров. При наличии биопаспорта отличная возможность смотаться за рубеж. Впрочем, одного биопаспорта недостаточно. Для поездки на автомобиле в Венгрию необходимо еще прикупить зеленую карту – полис международного автострахования. Сделать это можно в одном из киосков, специализирующихся на продаже страховки. Там же можно медицинскую страховку приобрести, хоть не обязательно, но желательно. Зеленая карта обошлась в 25 евро на две недели. Без нее через границу не пустят. А вот чего категорически не советую делать, так это заправляться перед самой границей. В баллон, который входит обычно от 40 до 42 литров газа, и в котором еще оставалось не менее 5-6 литров, нам радостно задули 42 и продолжали бы дальше, если бы я не сказал «хватит». Подъехав к пограничному переходу Лужанка, мы уперлись в хвост очереди из нескольких десятков машин. Нормальная ситуация. Как сказал пограничник на въезде, часа на три рассчитывать нужно в крайнем случае. Вручив талончик с номером машины и числом пассажиров, он запустил нас на территорию погранперехода, и уже часа через два мы оказались на венгерской стороне границы. Здесь снова очередь, но идущая гораздо быстрее. А чтобы не терять зря времени, тут же можно приобрести так называемую «матрицу» или «виньетку», то есть оплатить пользование дорогами Венгрии. Десятидневная матрица стоит 10 евро. На меньший срок, увы, не продают. Кстати, карточка приватбанка принимается новой. Венгерские пограничники нас надолго не задержали, и вот мы уже едем по венгерским дорогам. Путь наш лежал в городок с нечитаемым названием Еритьхаза. Это порядка 70 километров от границы. Дорога ровная, с отличной разметкой, но узкой и практически без обочины. Все пересечения с круговым движением на кругу, главное, как и у нас. При въезде в населенный пункт обязательный ретардер-замедлитель. Скоростные ограничения тоже, как у нас, 50, 90, 130, и соблюдают их строго. Полиция встречается нередко, контроль скорости стационарными камерами. Придорожные пейзажи от наших отличаются явно в лучшую сторону. Вся земля используется, незасеянные участки не попадались ни разу, но поля гораздо меньше по площади, чем украинские угодья. Архитектура по обе стороны границы одинаковая. Ну, разве что водонапорные башни у венгров покруче смотрятся. А еще в венгерских селах полностью отсутствует придорожная торговля. На нашей стороне торгующих, чем попало, крестьян всегда хватает. Железнодорожные переезды, которые попадались в нашем пути, были оснащены трехсекционными светофорами с белым сигналом. Если он мигает, автоматика исправна. В наших краях такие светофоры редкость. Цены на венгерских заправках заставляют постоянно помнить о приемах экономичного вождения. Литр бензина под 40 гривен. Газ 24 гривны с копейками. И солярка у них дороже 95-го. В населенных пунктах часто встречаются площадки с машинами на продажу. Очевидно, сказывается близость границы. Продается автотехника всех видов. От легковушек до магистральных тягачей. Хватает авторасборок. Город Неритьхаза – это областной центр с населением 120 тысяч, потому движение в городе весьма интенсивное. На многополосных дорогах светофоры располагаются каждый над своей полосой. Знаки рядности всегда продублированы разметкой. Центральная часть города вполне европейская, с характерной архитектурой и достопримечательностями. А вот припарковаться в центре – это уже квест. Парковки все платные, стоимость от 20 до 35 гривен в час. Даже перед жилыми домами в рабочее время с 9 до 17 без оплаты не постоишь. Либо заблокируют колеса, либо эвакуируют машину. Но мы не планировали в центре останавливаться нам за город. Пригород Неритьхаза – место обитания состоятельных граждан. По крайней мере, архитектура и размеры домов на это намекают. А финиш нашего маршрута – вот он. Зоопарк Шо-что. Один из самых больших и лучших в Европе. Займает он 32 гектара, и здесь можно увидеть свыше 500 видов зверей и птиц. Зоопарк Шо-что находится в почти нетронутом березовом лесу. Так что бизоны, рыси, кабаны, медведи, косули и другие животные при Карпатии обитают в привычной для себя обстановке. Приятные посетителям, которые наслаждаются чистым лесным воздухом. Не обделены представители фаун других континентов – Африка, Австралия, Азии. И гулять в зоопарке можно долго и с удовольствием. Африка, Австралия, Азии. Африка, Австралия, Азии. Африка, Австралия, Азии. Субтитры создавал DimaTorzok После посещения зоопарка возвращаться на родину решили по другому маршруту – по автомагистрали. Это часть скоростного шоссе, ведущего к Будапешту. Скоростной лимит здесь 130 км в час, потому хоть и дальше на десяток километров все равно быстрее получается. Но ничего необычного на автомагистрали не обнаружилось, разве что через каждый километр – пункт вызова экстренных служб. Асфальт, конечно же, идеально ровный, ограждение массивное, разметка хорошо заметна. Когда едешь по такой дороге, отлично понимаешь, за что платишь, покупая матрицу. Переход границы в сторону Украины завел не более часа, даже с учетом посещения дьюти-фри. И вот уже под колесами машины – украинский асфальт. А через пару дней и домой пора. Помня о сложном отрезке трассы до Львова, решили сделать ночевку во Львовской области. И, как потом оказалось, поступили правильно. От Берегова до Львова добирались аж пять часов. Очень загруженная трасса. Зато появилась возможность посетить парочку замков Галиции. Первоосновка – Пидверти. Здешний замок – один из самых красивых в стране. Строился он не только как оборонительное сооружение, сколько в качестве резиденции, переходящей от одной семьи польских вельмож к другой. В 20 веке в замке работал музей, но во время Второй мировой дворец сильно пострадал и был разграблен. После войны здесь был санаторий для больных туберкулезом. И только недавно был разрешен доступ туристам во внутренние помещения дворца. Напротив замка находится не менее интересное сооружение – римско-католический костел 18 века. При советах в нем был склад. Сейчас стараниями общины костел восстанавливается. Еще один замок, что удалось посетить – Золочевский. Построен он в 1634 году отцом будущего польского короля Яна Сабецкого. В так называемой голландской схеме. По углам располагались артиллерийские бастионы, каждый из которых имел по 8 орудий. В центральной части крепости – дворец, построенный уже после победы Яна Сабецкого над турками в 1674 году. Двухэтажный каменный дворец служил резиденцией королевской семьи. В конце 17 века на территории крепости построен так называемый китайский дворец, в котором были собраны азиатские диковинки. К сожалению, с 1872 года замок представляет собой тюрьму. Вначале австрийскую, затем польскую, потом советскую. После смерти Сталина тюрьму превратили в ПТУ. И только с 1986 года замок является филиалом Львовского исторического музея. От оригинальных интерьеров практически ничего не осталось, но стараниями сотрудников музея и некоторые залы дворца приобрели более-менее исторически достоверный вид. Вот такая вышла короткая экскурсия и снова в Путин. Обратная дорога запомнилась двумя грандиозными пробками. Первая в Ровенской области. Примерно час с небольшим тянулись пробки, которая возникла из-за аварии в селе Птича. Молоковоз, вылетевся в старостепенной дороге, угодил под фуру. Фура сгорела, водитель погиб. Но узнали об этом позже. А пока стояли, надышались дымом горящей травы. Что добавило экстрима. Вторая пробка случилась за Полтавой. В Копылах ремонтируют путепровод, потому организовано реверсивное движение. Но организовано не очень хорошо, и приходилось еще минут 40 потерять в ожидании возможности проехать. Слава богу, все это закончилось. Трасса позади. Позади 3000 километров. Впереди рабочие будни, а в памяти хорошие воспоминания. Вот такой получился отпуск. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова